Всем привет! Как вы уже знаете, на каждом предприятии, даже на самом маленьком, практически всегда есть и параллельно действуют как минимум две системы учета. Бухгалтерский и управленческий. Есть еще и налоговый учет, но в этом видео для простоты отнесем его к бухгалтерскому. Да, бывает, что бухгалтерский учет сведен к почти незаметному минимуму. Ну, например, если вы индивидуальный предприниматель без наемных сотрудников и используете только патентную систему налогообложения. Но это скорее исключение, так как во всех остальных случаях бухгалтерская отчетность все же нужна. Так и в чем же разница между бухгалтерским и управленческим учетом? И можно ли эффективно управлять предприятием на основании данных бухгалтерии? С вами канал Справочное бюро предпринимателя, а сейчас все расскажем. Основное различие между системами бухгалтерского и управленческого учета в том, для кого он делается. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в интересах внешних потребителей информации о деятельности предприятия. То есть, в первую очередь, для всевозможных государственных органов. Управленческий учет вы ведете для себя, для своих акционеров и инвесторов, существующих и потенциальных. Он нужен не только для того, чтобы понимать, каковы результаты вашей деятельности, но и знать, чего ждать в ближайшем будущем. Ведь очень часто оказывается, что по данным бухгалтерского учета, прибыли навалом. Но при этом денег нет. Вы держите здесь, вам всего доброго. Зарплату платить нечем, и предприятие вот-вот обанкротится. Почему так получилось? Зачем нужны параллельно существующие разные системы учета? Придется немного уйти в историю. Учет хозяйственных операций появился очень давно. Примерно тогда, когда еще появились первые люди, специализировавшиеся на операциях купли-продажи. Подходите, покупайте шкуру мамонта, всего за 10 наконечников для стрел. Но вскоре появились и налоги. Сначала с активов, с земли, например. Или по числу голов скота или рабов. Так считать проще. Измерил землю, посчитал по головам и плоти. Но уже в древнем Риме и даже раньше начали появляться налоги с оборота. А тот, кто собирает налоги... Ледиска, нехороший человек. ...должен понимать, сколько заработал предприниматель. И сколько с него можно и нужно взять. Так что постепенно начали формироваться стандарты и правила ведения учета. С течением времени налоги становились все сложнее и сложнее. Одно дело, например, взять 10% с выручки. Но для ряда бизнесов это непосильная нагрузка. Там и маржито такой нет. Тогда появились налоги с прибыли. Но тут возникает вопрос. Как эту самую прибыль по-честному посчитать? Что считать затратами? Покупка оборудования, например. Это одномоментные затраты или затраты, растянутые во времени? Да-да, это мы сейчас про принципы расчета амортизации. Но об этом как-нибудь в другом видео расскажем подробнее. С течением времени правила расчета налогов и налогооблагами базы становились все сложнее и сложнее. Причем они более или менее были едиными для всех предприятий в масштабах страны. Иначе считать замучаешься. Стали появляться национальные стандарты ведения учета. Но бизнес-то у всех разный. Как правило, ведение учета для целей налогообложения становились все более жесткими. Они все больше и больше начали расходиться с потребностями учета для внутренних нужд предприятия. Вот получилось, что примерно еще лет сто назад бухгалтер, кстати, это слово появилось еще в конце средневековья, мог не только отчитаться перед сборщиками налогов, но и подробно рассказать владельцу предприятия, что и как с его бизнесом. Виктор Степанович, я все уладил, все порешал. Приехали специальные люди, забрали налоги. Все подсчитано, все записано. Мойша, спасибо за службу. А подскажи, пожалуйста, как на фабрике дела в целом? Знаете, на фабрике дела не очень. После того, как забрали налоги, большевики решили забрать еще и фабрику. Но сегодня, к сожалению, только на основании данных бухгалтерского учета эффективно управлять коммерческим предприятием больше нельзя. Появилась необходимость еще в одном учете. Его цель – анализ и сбор информации для принятия адекватных управленческих решений. Поэтому он так и называется – управленческий учет. Как мы уже сказали, правила ведения бухгалтерского учета четко регламентируются извне. Требованиями законодательства. А вот принципы управленческого учета вы во многом определяете для себя сами. Молодой человек, я извиняюсь. А вот скажите, пожалуйста, почему ваша автомойка снаружи в длину 7 метров, а внутри целых 20? Слышь, дядя, это наша автомойка. Как хотим, так и считаем. Понял? Смотри, какое хамло. Хамло. Конечно же, и в этом случае уже давно появились принятые в бизнес среди стандарты. Они особенно важны, если вы не единственный владелец в вашей компании. И тем более, если вы привлекаете или собираетесь привлекать внешние инвестиции – акционерные или заемные. Ведь если бы все предприятия считали свои прогнозные прибыли и убытки, как им самим того хочется, то любой внешний инвестор никогда не смог бы разобраться, стоит инвестировать в эту компанию или нет. Только на основании данных бухгалтерского учета составить достоверное мнение о стабильности и инвестиционной привлекательности компании очень трудно. Можно даже сказать, почти невозможно. Разве что первые и самые примерные прикидки. А потом все равно придется закопаться поглубже. Мало ли что они там себе нарисовали. Именно поэтому, кстати, по мере роста бизнеса в нем все чаще начинает появляться должность финансового директора. Помимо казначейских функций, анализа текущей финансово-хозяйственной деятельности, задач планирования и бюджетирования. Он следит за тем, чтобы управленческие учетные предприятия были достоверными. И велся в соответствии с установленными внутренними правилами. И принятыми в бизнес-сообществе нормами. Это очень важное условие успешного развития вашей компании. Поэтому, если ваш бизнес растет и имеет хорошие перспективы, то задумайтесь о финансовом директоре. Он вам наверняка пригодится. А вот бухгалтерский учет, коммерческие предприятия все чаще отдают внешним исполнителям на аутсорсинг. Это, кстати, тоже говорит о том, насколько полезен бухучет для самого предприятия. Еще одно важнейшее отличие между бухгалтерским и управленческим учетом – это временная шкала. Бухгалтерский и налоговый учет всегда свидетельствуют о том, что уже произошло. Там находят свое отражение уже свершившиеся факты, а не планы. А вот управленческий учет захватывает не только прошлое, но и будущее вашего бизнеса. Ближайшие и долгосрочные планы и прогнозы. Согласитесь, для цели эффективного управления это жизненно важно. Если уже заговорили о времени, то стоит упомянуть еще одно важнейшее различие. Бухгалтерский учет имеет дискретный характер от отчета до отчета. На дату регламентированных законами периодов. Квартл, например, или год. В конце отчетного периода бухгалтера лучше не беспокоить. Он может и послать. А вот данные управленческого учета должны быть в идеале актуальными постоянно. Да, тут тоже могут быть установлены внутренними регламентами сроки формирования отчетности. Но часто основные показатели, пусть и с меньшей точностью, доступны постоянно, в любое время. Кстати, о точности и о том, что измеряем. Бухгалтерский учет это почти исключительно про деньги. Причем баланс должен сходиться тютелька в тютельку. А вот управленческий учет оперирует не только денежными, но и натуральными показателями. И при этом вполне допустима некоторая степень приблизительности. Нет смысла рассчитывать все до копеек. Лучше потратить время и силы на что-то более полезное. Ну и последнее важнейшее отличие. Это объекты расчетов. Бухгалтерский учет ведется для предприятия в целом. Прибыль в целом по компании или убыток. Ну, как повезет. Но у вас могут быть десятки разных проектов и направлений деятельности. Какие-то генерируют доходы, а какие-то только тратят деньги зря. В управленческом учете каждое такое направление анализируется, как правило, по отдельности. Но о том, как это делается и что такое центры финансовой ответственности, мы расскажем в одном из наших следующих видео. А сегодня остается только еще раз напомнить, что бухгалтерский и налоговый с одной стороны, а управленческий учет с другой, это совершенно разные инструменты, которые служат для разных целей. И работают по разным правилам и принципам. Будем надеяться, что по данным этих таких разных учетов с вашим бизнесом все будет хорошо. Чего мы вам искренне желаем. Ну что же, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Справочное бюро предпринимателя, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. И, конечно, пишите комментарии под видео. Мы их обязательно прочитаем и обязательно на них ответим. Увидимся.